Рамадан, месяц поклонения и труда. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Я эйюга лазина аману кутеба алейкум уссуяму, кама кутеба аля лазина мяу кабеликум лаалакум таттакун» «У те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам». «Быть может, вы устрашитесь» 40-го рова, аят 183 «Я свидетельствую, что на божество, кроме единого Аллаха, у которого нется товарища и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, который в благородном хадисе сказал тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи». «Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто поседовал за ними искренне вплоть до судного дня». А затем «Одна из форм милости, которую Аллах дарует своим рабам, состоит в том, что Он дает им благословенные времена, когда особые моменты следуют друг за другом, Божье вознаграждение удваивается и награда увеличивается». «Пророк Мухаммад, мир ему благословен Аллаху сказал, «Поистине, в течение года есть такие моменты, которые являются особыми для вашего Господа, так что будьте готовы к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из этих особых моментов, после чего вы никогда не будете несчастными». «Рамадан считается одним из этих особых моментов. Это величайший сезон поклонений и самый благословенный месяц. Его дни есть наилучшие и наивыгоднейшие, а его ночи есть ярчащие и наичистейшие». «Пророк, мир ему благословен Аллах, слишком радовался приходу Рамадана и обрадовал своих сподвижников, да будет довольны ими всеми Аллах таким Божьим даром». «Передается от Абу Хурайри, да будет довольны им Аллах, что посланник Аллаху, мир ему благословен, сказал, «Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц. Всевышний Аллах предписал вам в течение него соблюдать пост. В этот месяц отворяются врата небес, запираются врата ада, а на митежных шайтанов надевают камбалы». «В этот месяц у Аллаха есть одна ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. И тот, кто лишился блага той ночи, тот действительно потерял многое». Сподвижники пророка всегда просили Аллаха дать им остаться в живых и помочь им делать больше добрых дел. Ибн Раджаб, да, помилюйте его, Аллах сказал, «Наши праведные, предшественники, да смествуются над ними Аллах, имели обыкновение обращаться к Аллаху с мольбами в течение шести месяцев, о том, чтобы застать месяц с Рамадан, затем обращаться к Аллаху с мольбами в течение шести месяцев, о том, чтобы он принял его от них». Кроме того, Яхве ибн Абикасир, да, помилюйте его, Аллах сказал, «О, Аллах, позволь мне и дожит в добром здравии до Рамадана, дай мне получит и восползоваться его благами, и прими его от меня». А также со слов Джабер ибн Абдуллаха, да, будет доволен ими обоими Аллах, сообщается, «Однажды пророк Мирьему благословения Аллаха встал на первую ступень Мимбара и произнес «Амин». Когда поднялся на вторую ступень, то произнес «Амин». Когда поднялся на третью, то произнес «Амин». Когда он, закончив проповедь, спустился вниз, мы сказали ему, «О, посланник Аллаха, ты трижды произнес слово «Амин». Он ответил, «Ко мне явился Джабер ибриль Мирьему». И когда я поднялся на первую ступень, он сказал, «Горе тому, кто встретил Рамадан, и все равно не были прощены его грехи». Тогда я сказал «Амин». До конца хадиса. Готовясь за несколько дней принять этого почетного гостя, мы должны в этом благословенном месяце следовать примеру посланника Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, и его верных сподвижников, а также руководствоваться их поклонениями и деяниями. Мусульманин должен призвать и восстановить свое намерение, так как именно благодаря нему Раби будут варьироваться у Аллаха Всевышнего. Ведь намерение – это секрет принятия деяния. В достоверном хадисе пророка Мухаммада, да благословить его Аллах и приветствует, говорится, «Поистине дела только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести, и поэтому человек, совершавший переселение к Аллаху и посланнику его, переселится к Аллаху и посланнику его». Переселявшийся же ради чего-нибудь мерзкого или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся. Кроме того, сообщается, что Абу Харай рода будет доволен им, Аллах сказал, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Аллах великий и могущий сказал, «Всякое дело сына Адама совершается им для себя, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я воздам за него». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пост скажет такому, «Поистине я человек, соблудающий пост». «Поистине я человек, соблудающий пост». Клянусь тем, чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. А постящийся испытает две радости. Он порадуется, когда станет разговляться, а когда встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что постился. В месяц с Рамадан мусульманин должен также умножать поклонения и совершать больше благих и добрых дел и соблюдать то, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рекомендовал и делал, как, например, ускорение времени разговения и отягивание предрассветной пищи, то есть сухур. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Моя община не лишится блага, пока ее члены будут ускорять разговения и задерживать предрассветную пищу». Он, мир ему благословение Аллаха, еще сказал, «Соблюдайте сухур, поистине в сухуре есть благодат, то есть принимайте пищу перед рассветом, потому что предрассветная трапеза благодатна». Кроме того, нельзя расточительствовать в еде и питье. Всевышний Аллах говорит, «Ешьте и пейте, но на расточительствуйте, ибо он не любит расточительных». Сура преграды, аят 31. В достоверном хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, говорится, «Никогда не наполнял человека сосуд охудшего, чем его собственное чрево. Достаточно сыну Адама нескольких косочков пищи, благодаря которым он и сможет выпрямить свою спину. А если уж неизбежно для него есть большее, пусть и треть его желудка будет для еды, треть для питья, а еще треть для легкости дыхания». Как же прекрасно, когда состоятельные люди чувствуют нужды бедных в этом священном месяце. Ведь Рамадан – это месяц щедрости, благотворительности и милости. Это месяц, в котором воплощаются все смыслы ныжности, мягкости, милосердия и сострадания к сиротам, вдовам, нищим и беднякам во всех сферах солидарности, во всех формах солидарности. Таким образом, удается сделать их счастливыми и веселыми, подобно тому, как делал посланник Аллаха, мир ему благословение, при своей жизни, особенно в месяц Рамадан. Сообщаться, что Ибн Аббаз да будет доволен ими обоими, Аллах сказал, «Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, были щедрейшими из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, когда с ним встречался Джибриль». Во время Рамадана Джибриль встречался с ним каждую ночь, изучая вместе с ним Коран. И поистине, когда посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует встречаться Джибрилом, «Он был более щедрым на все благое, чем вольный ветер». Важно отметить, что такая щедрость не ограничивается денежными расходами. Она распространяется и на благочестие, поддержание родственных связей, взаимопомощь, сострадание и сочувствие, и соблюдение прав и обязанностей. Мусульманин должен также проявлять внимательность, чтобы побольше совершать поклонения, такими как чтение Священного Корана, глубокое размышление над его смыслами и ночные намазы. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал тому, кто выставил ночные молитвы, то есть тарових намазей, в месяц Рамадан, с верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, простятся все его прежние грехи. Умир ему благословение Аллаха также сказал, тому, кто проведет в молитве ночи предопределения, с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Кроме того, передается слово Айши, да будет довольнее Аллаха, что однажды поздно ночью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из дома и стал молиться в мечети. А некоторые люди молились, исследуя его примеру и находясь позади него. Наутро же эти люди стали рассказывать об этом другим. На следующую ночь их в мечети собралось больше, и они помолились вместе с ним. А наутро рассказали об этом другим. На третью ночь в мечети собралось уже много людей. А когда посланник Аллаха да благословит его, Аллах и приветствует, вышел из дома, он совершил молитву, и они помолились, следуя его примеру, на четвертую ночь в мечети уже не смогла вместить всех желавших помолиться. А наутро пророк да благословит его Аллах и приветствует выше на утреннюю молитву, по завершине которой он повернулся к людям, произнес слова свидетельства и сказал, а затем, поистине, то, что вы находились здесь, не осталось скрытым от меня, но я побоялся, что эта молитва будет сделана для вас обязательной, но вы не сможете ее совершать. А потом посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, умер и все осталось без изменений. Затем Умар ибн Хаттаб да будет доволен им Аллах при своем халифате считал лучшим объединить людей позади одного чтеца. Сообщается, что Абдул-Рахман ибн Абдул-Кари сказал, «Однажды ночью во время Рамадана я отправился в мечеть с Умаром ибн Абдул-Хаттабом, и когда мы пришли, то увидели разъединенную толпу людей. Кто-то самостоятельно совершал молитву, а кто-то еще молился, а за ним, следуя его молитвы, молилась группа людей. И тогда Умар сказал, «Поистине, я думаю, что будет намного лучше, если объединил этих людей позади одного чтеца». Затем он принял решение и собрал их позади обаябникаба. Тем самым, настоящий пост требует воздерживаться от всех формул непослушания, грехов и проступков. Скорее всего, найдется постояншийся человек, кто может не получить от поста ничего, кроме голода и жажды. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Постящийся может получить от поста лишь голод и жажду, а молящийся ночью лишь бессонную ночь». Он, мир ему благословение Аллаха, также сказал, «Если во время поста человек не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья». Кроме того, Джабрибн Абдуллаха, да будет доволен имя обоима, Аллах сказал, «Если постишься, то пусть постятся и твой слух, и твое зрение, и твой язык отлежи из запретов. Остав причинение боли прислуги, в день своего поста будь величавым и спокойным, и не делает день разговения и день поста одинаковыми. Поэтому мусульманин должен следить за теми, чтобы его пост был действительно настоящим, пока не будет достигнуть желаний плод поста, а именно богобоязненность и набожность». Нам следует узнать, что благословенный Рамадан – это месяц серьезности, усердия и труда, и что наши усилия и работа в течение этого месяца не должны быть меньше, чем в другие месяцы под предлогом усталости и изнуренности. Ведь множество людей прибегают к праздности и лени, и много спят в течение дня в Рамадан, что вредит интересам людей в этот благословенный месяц и противоречить силиям, ради которых предписан пост, а именно богобоязненность и набожность. Всевышний говорит, «Я айюга лазина аману кутиба алейкум уссуяму, кама кутиба аля лазина мин кабеликум лаалакум таттакун». Вот и которые уверовали, вам предписан пост подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Суракарова, аят 183. Итак, богобоязненность не достигается праздностью и ленью, оповещением уровня поклонения и труда, искренности и набожности. Если богобоязненность является одной из наиболее специфических характеристик мусульманина, то она требует, чтобы он боялся всемогущего Аллаха при исполнении прав работы. Ведь кто наблюдает за твоим намазом, постом, воздержанием от еды и питья, это тот же, который наблюдает за твоим усердием или безразличием к работе. Если постящемуся необходимо заботиться о том, чтобы его еда была дозволенной, и мольбы были приняты, то он также должен понимать, что если ему платье без работы, он следовательно питается запретным, ибо получает заработную плату без труда и нарушает условия трудового договора, является ли данная работа государственной или частной. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. О Мои братья в исламе! Поистине труд и производство произрастают из одного корня, ведь поклонение есть труд, а труд, который совершается полностью ради Аллаха, есть поклонение. Они неотделимы друг от друга. Всевышний Аллах говорит, «Скажи, трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его посланник и верующие. Вы предстанете перед выдающим сокровенно и явно, и Он поведает вам о том, что вы совершали». 42-го аят 177 Любой, кто хорошо рассматривает биографию пророка, мир и благословения Аллаха и биографию его уважаемых сподвижников, даже всю исламскую историю, он понимает, что Рамадан является месяцем труда и производства. Кроме того, многие победы мусульман стали реальностью в этот благословений месяц. Это действительно месяц мусульманских победных завоеваний, именно в этот месяц мусульмане добились победы в Великой Битве при Бадре, в таком сражении, которое происходило между правдой и ложью. Аллах щедро даровал мусульманам блистательную победу, несмотря на их небольшое количество и недостаток боеприпасов. Всевышний говорит, Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Будьте же Аллаха, быть может, вы будете благодарны. Вот и сказал верующим, разве вам недостаточно того, что ваш Господний посылает вам в помощь 3000 ангелов? Конечно, если же вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам 5000 мучених ангелов. Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас, и дабы ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха. 40 семейства Эмрана, аяты от 123 до 126. В течение месяца Рамадан произошло завоевание Мекки, что стало великой победой, благодаря которой Аллах, слава ему, возвеличил своего посланника, мир ему благословение Аллаха и верующих, да и унизил многобожие и многобожников. А в наше время была достигнута победа 10 Рамадана, что соответствует 6 октября, благодаря чему Аллах помог Египту восстановить свои территории, свое достоинство. Лозунгом египетских воинов было «Аллах величайший». При этом они соблюдали пост, совершали начинные молитвы, читали Коран и обращались к Аллаху с искренними молбами. Вот почему сокрушительная победа осуществилась и агрессоры были изгнаны. Все это было в защиту религии и родины, страны и чести. Это было практическим уроком для любого, кто может испытывать соблазн напасть на Египет. Сколько же нам нужно возродить дух Рамадана во всех сферах нашей жизни, чтобы добиться победы, укрепить столпы истины и справедливости, бороться за Родину, честь и достойность, а также, чтобы наша нация восстановила свое место и престиж среди других общин и народов. Предполагается, что это будет реализоваться только путем сплоченности и объединенности под одним словом и одной целью, прилагая больше усилий, усердно работая, делая больше добра для всех людей. О, Аллах, Господь миров, благослови для нас месяц Шабан, дай нам дожить до Рамадана и прими его от нас.